Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, не все наши телезрители знают, что такое медиация, поэтому для начала, Самир, объясните, пожалуйста, в нескольких словах. Медиация – это процедура. Процедура досудебного и внесудебного разрешения споров. Процедура медиации основана на федеральном законе, 193, так и называется закон, об альтернативной процедуре урегулированных споров с участием посредников процедуры медиации. Если мы говорим про процедуру медиации, это альтернативные способы разрешения споров. Семейных споров, экономических споров, споров в области защиты прав потребителей, врач, пациент. Споры в области ЖКХ, то есть где есть человеческие взаимоотношения, там всегда есть спор. А как правило, этот спор необходимо разрешить. Если не разрешается спор, это может привести к эскалации конфликтов и может создать условия для совершения преступлений. Задача института медиации разрешить все споры в несудебном порядке через процедуру медиации. А в процедуру медиации участвует, конечно, мирный посредник, медиатор, который призван разрешить конфликты и урегулировать споры. Вот его главная миссия. Сегодня с нами Елена и Наталья. Одна из девушек пришла к вам сама когда-то с проблемой. И, наверное, предложу вам рассказать, с чем вы пришли, чтобы разрешить конфликт. Да, пять лет назад я обратилась в службу медиации, так как я не знала, как грамотно выйти из конфликта. Мы с мужем уже поняли, что наш брак уже закончился. А как грамотно выйти из этой ситуации, не навредить ребенку в первую очередь, мы не знали. И я обратилась к Самиру Наримановичу. Мы сели за стол переговоров. Я даже не думала, что это так работает. Я была настолько удивлена, что наводящими вопросами задавал Самир Нариманович мне вопросы. Я отвечала, я увидела себя со стороны. Как бы кино про себя. То есть, что я делала не так, как я себя вела. И я действительно удивилась. Я не видела со стороны себя. Я приняла свои ошибки. Да, я сказала, что я буду работать над собой, я буду меняться. Потому что ошибки были серьезные. На мой взгляд. Муж тоже увидел и себя со стороны, и меня. То есть, я извинилась перед мужем. Сказала, говорю, да. То есть, я была не права. Я просто прав не понимала, что я что-то делаю не так. И мы бесконфликтно с ним развелись. Мы остались в хороших отношениях с ним. То есть, он приходит к ребенку. Мы общаемся. И, на мой взгляд, это очень важно, чтобы без агрессии, без каких-то обид остаться с бывшим мужем, друзьями. Это дорогого стоит. Поэтому мне очень понравился процесс медиации. Я решила потом отучиться на медиатора. Так как мне было интересно и в жизни, думаю, мне пригодится. Я выучилась. И теперь своим примером я показываю, как общаться. Мои девчонки за мной наблюдают и говорят, а мы бы тоже так хотели учиться. Я начала собирать группы для девчонок своих. И мы приходим на занятия к Самире Наримановичу. Правильно выстраивать границы. Как грамотно общаться с людьми. Потому что это и в обычной жизни очень важно. И в работе. Вот, например, я в работе тоже применяю его техники. То есть, и мой сын также начал меняться. Что это тоже важно. То есть, он начал более грамотно говорить. Уже смотреть на ситуацию под другим углом. А это очень важно. Потому что ребенок подросток. И в этот период, ну, они ершистые все-таки подростки. Я могу сказать, что у нас проходит подростковый период очень так ладко. И прям благодарна Самире Наримановичу за те знания. Потому что, опять же, почему это происходит? Потому что и наши детки приходят к нему на занятия. Вот у нас в авторе, кстати, будет опять же занятие для подростков. А я собирала вот тоже год назад для сына и его друзей. Сейчас мы просто собираем. То есть, желающие подростки. Пожалуйста, если кому нужно, приходите. То есть, всегда Самир Нариманович готов обучать. И это, я считаю, что ценно в наше время. Потому что, ну, в семье и в школе этого не дают. А эти знания очень ценны. И по жизни применять и в семье, и в работе. Но это действительно, я считаю, что мне повезло, что я вот прошла эту технику. И хоть я медиатором не работаю, но в моей профессии это очень мне помогает. То есть, получается, что не только разрешили конфликт, но и теперь в жизни вы, можно сказать, медиацию применяете как превентивную меру, и ваше окружение тоже. Да, и я рада, что я изменилась благодаря медиации. Девчонки мои меняются. И меняемся-то в лучшую сторону. Это важно. То есть, здесь происходит изучение основы психологии, основы бесконфликтного общения, речевая самооборона. Как не поддаваться на манипуляции, как держать себя во время провокации, как ответить, как обеспечить своё комфортное пространство. То есть, любая коммуникация, она происходит с пониманием. То есть, все участники конфликтной ситуации, они понимают, что за этим стоит, и как себя вести, чтобы не допускать возникновения эскалации конфликта. А что, если одна сторона громко говорит, а стоит ли его дальше провоцировать? Есть методы задавания вопроса. Я правильно понимаю, ты сейчас возмущён. И хочешь что-то мне сообщить. Да, дать надо возможность человеку высказать свои точки зрения. Необходимо понять, что стоит за этими требованиями. А процедура медиации и медиативный подход позволяют сторонам осознать себя, своё понимание и дать возможность участникам выговориться. Особенно в настоящее время, когда накал страстей, и вообще информационная война, и конфликт может назреть из ничего, вот эти знания пригодились бы, если бы они были у всех. Конечно, очень важно знать основу методики бесконфликтного общения и речевая самоборона. Необходимо. Для чего это надо? Во-первых, для того, чтобы обеспечить своё комфортное душевное состояние. Но вы уж понимаете, почему человеку в иммунитет садится, потому что он находится постоянно в режиме стресса. А стресс откуда берётся? Это последствия неразрешённых урядиц. Это последствия неразрешённых конфликтов. Потому что постоянно происходит внутренний дискомфорт. И это разрушает человека. Ну, есть же ведь площадка, где можно сесть, обсудить, договориться. Также сейчас мы часто наблюдаем, многие бизнесмены разделяют бизнес. Это сопровождается очень скандально, очень громко, очень эмоционально. Обсудили бы и договорились бы и разрешили все это непонимание мирным способом. Это возможность. Медиация – это возможность разрешить споры, конфликты вне судебного порядка. Не доводя, скажем так, до операции. Конечно, да. И теперь вопрос, наверное, к Наталье. Вы познакомились с медиацией, я так понимаю, не так давно. Не так давно. Может быть, расскажете, что привело вас к необходимости изучить вот этот вопрос со стороны, скажем так, медиации? Прежде всего, я увидела изменения в своей подруге. И мне так приятно с ней общаться стало. То есть я поняла вот эти плюсы медиации. Она же обучалась этому. И очень ценные знания она даёт. То есть я правильно понимаю, вы увидели в её лице нового образа. Человек меняется сам, меняет своё окружение. Она по-другому говорит. Она по-другому доносит свою точку зрения. И вам тоже захотелось бы брать пример в некоторых случаях, в том числе и от Елены. Да, и расти вместе с ней. Да, очень нравится. Получается, человек совсем другой. Очень приятно общаться. Получается, у вас не было как такового, скажем так, триггера, конфликта. Вы просто приняли решение научить себя общаться по-другому. Да. Получается, что до конфликта вы не довели. У вас превентивная мера. То есть на опережение вы решили сработать, то есть беречь себя в будущем. Вы знаете, если будет возникать конфликт на ситуацию, эта ситуация ещё не конфликт. И как себя в этом случае вести для того, чтобы не создавать дополнительные проблемы и для себя, и для ваших окружающих. Помогает тоже? Да, очень. Больше в семье или на работе? И даже на работе, да, при общении. Теперь хотелось бы сказать о том, что конфликт в нашей жизни, в современной, к сожалению, это для многих вообще часть ежедневного существования. Возможно ли каким-то образом, скажем так, изменить эту ситуацию вообще в глобальном смысле? Конечно. Вот если мы обратим внимание, когда мы говорим о конфликтах, то что такое конфликт? Это столкновение. Это столкновение интересов. Какие бывают интересы? Моральные, материальные, ценностные. Это нормально. Но когда мы не позволяем другому участнику конфликта высказать свою точку зрения, выговориться, вот тогда возникает эскалация конфликта. Всё-таки, что такое конфликт? Это не удавшихся сообщений о своей потребности. Вот это приводит как раз к разрушению отношений. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Если есть конфликтная ситуация, так же, как аварийная ситуация, если вовремя не предпринять решение, аварийная ситуация, перейдёт уже, будет авария. А в аварии уже есть пострадавшие, потерпевшие. Надо уже возмещать ущерб, реанимировать обстоятельства. Не легче ли идти на опережение, предупредить и подготовить участников аварийной ситуации, чтобы они в будущем не попали в аварии? Вот отчасти ещё есть такая методика просвещения. Вот, например, в нашем центре мы абсолютно бесплатно консультируем наших участников. Кто желает пройти процедуру медиации, мы им говорим, давайте сначала вы поймите для себя, что это такое, что это вам даст. Если вы окончательно не примете решение, тогда примите участие в процедуре медиации. Елена, а к вам такой вопрос. Вы говорите, что не работаете в медиации после того, как отучились, но наверняка же к вам обращается кто-то из окружения, чтобы вы помогли разрешить. Соглашаетесь? Или всё-таки своим близким стараетесь не помогать, потому что есть какое-то субъективное, скажем так, кому-то больше расположенных, кому-то меньше, на чьей-то стороне? Или же вы научились быть беспристрастной? Нет, я со своими не работаю, так как, ну, это недопустимо. И, естественно, я к Самиру Наримановичу отправляю людей. Поэтому я просто могу выслушать их запрос и говорю, я вам могу порекомендовать. Консультация всегда бесплатна, поэтому, говорю, вы можете всегда прийти, поговорить и примите для себя решение. То есть, сама я не участвую. Об этом. Наталья, а у вас нет желания как погрузиться в это сильнее уже и начать разрешать конфликты? Это же довольно интересно. Или пока не думали об этом? Наверное, это всё-таки в дальнейшем. Для этого опыт нужен, если я верно понимаю, да, большой взаимодействий? да, для того, чтобы быть профессиональным медиатором, конечно, это требует определённо знания жизненных позиций, умения разрешить конфликты и овладения этими методиками и технологиями. Потому что всё-таки разрешение споров это умение, это миссия. Люди приходят к этой миссии осознанно. Ведь, понимаете, здесь главный фактор то, что люди вам доверяют самые важные секреты. Тут надо ещё уметь сохранить эти секреты. Надо уметь работать этой информацией, которую ты получаешь. А вот представьте, если кто-нибудь вашей информацией передал бы другим лицам, это бы вам разве понравилось? Конечно, нет. А здесь из-за этого умение и работать этой информацией, и распоряжаться этой информацией, и уметь упаковать и сохранить эту информацию. Потому что процедура медиации является конфиденциальным процессом. Основан данный процесс на четырёх основных принципах. это добровольность участия сторон, конфиденциальность процесса, беспристрастность и нейтральность медиатора и сотрудничество сторон. Если это в принципе работает, то есть возможно привести процедуру медиации полноценную. Тогда возникает ещё такой вопрос. Ваш центр делается центром медиации и права. Но если я правильно понимаю, здесь даже не столько юриспруденция, сколько психология или в равных частях? Медиаторы, как правило, работают инструментом из области психологии. Потому что это же и перефразирование, это отражение чувств, это петля понимания, правильное умение задавания вопроса. То есть наши инструменты, они все адаптированы из области психологии. А почему право? Потому что медиаторы готовят медиативное соглашение. Это соглашение сегодняшний день имеет силу исполнительного документа, то есть заменяет решение суда в случае его нотариального удостоверения. А ведь надо установить и фиксировать гражданское правоотношение. Здесь требуется очень профессиональный подход к решению данного вопроса. А часто бывает, что в процедуре медиации еще участвуют люди из других национальностей, из другого языковой группы. Вот я, например, сам владею четырьмя языками. Часто бывает, что приходится привлекать специалистов, переводчиков, экспертов, экспертов в области строительства, экспертов в области в том числе и медицинских систем. то есть медиатор такой же участник процесса, как и судья. Только отличается судебный процесс от процедуры медиации определенными принципами. Потому что в суд люди приходят принудительно по вызову, а к процедуре медиации люди приходят добровольно. Кроме того, согласно 150-й статье ГПК суд обязан разъяснить сторонам и предложить обратиться к примирительным процедурам. Это фиксируется в том числе и определение, когда суд только приступает к принятию решений по рассмотрению дела. Кроме того, закон не запрещает на любом этапе рассмотрения дела обратиться к процедуре медиации. Преимущество в чем? В том, что возврат госпошлина, минимизация затратов на адвокатов, на юристов, на экспертов и главное эмоциональный риск. Вот и преимущество процедуры медиации. То есть государство предложило обществу удобный, быстрый, эффективный способ разрешения споров. По сути, это некий кризисный инструмент для разрешения всех видов споров. И для бизнеса это особенно, потому что рушат соотношения, увольняются сотрудники, происходит трение между участниками, то есть между учредителями споров. Вот как раз процедура медиации позволяет сесть за стол переговоров и разрешить это все споры мирным способом. Наталья, понятно, узнала от вас, а вы откуда узнали о медиации? Ну, я, во-первых, из интернета, конечно же, тоже видела и изучила, кто такой медиатор, потому что новое слово для меня было неизвестное. Ну, и обратилась к Самиру Наримановичу узнать, на самом деле, что это за процедура, так как я действительно не понимала и было очень интересно. Вообще люблю узнавать новое что-то. И не пожалела, конечно же. И вы уже, Елена, пять лет, получается, в медиации. Можно ли сказать, что вы считаете себя профессионалом или здесь нет предела совершенства? Тут не то, что я могу сказать профессионалом. Я просто работаю как психолог-гипнотерапевт. И, естественно, эти инструменты мне дают возможность вести грамотно консультации. То есть я себя усилила этими знаниями, этими инструментами. Ну, и девчонок своих также я своим примером, подтягиваю, учимся у Самира Наримановича. И всегда приятно учиться, развиваться и узнавать что-то новое. Жизнь меняется в лучшую сторону, и чему я очень рада. Хотелось бы на этой прекрасной ноте в такие непростые времена подойти к завершению нашей беседы прекрасной. Самира Нариманович, от вас пожелания нашим телезрителям? Во-первых, благодарю вас за предоставленную возможность рассказать нашим трезрителям о возможности медиации. И, конечно, если по какой-нибудь причине вы стали участником конфликта, или соседом, или родственниками, или между детьми, или близкими, но не затягивайте этот процесс, потому что любой затяжной конфликт, это создает дополнительный дискомфорт, разрушает основу человеческого здоровья и может нанести очень серьезный урон в первую очередь взаимоотношений, в вторую очередь самому себе, потому что неразрешенный конфликт, он съедает иммунитет человека. А кроме того, когда человек конфликтует, он страдает, переживает, мучается, разрешите свои споры мирным способом, обращайтесь к нам, с удовольствием и вам поможет. Спасибо, Самир Дариманович, Елена, Наталья. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok